Сейчас прочитал новости Госдумы о добром повышении пенсионной реформы, иным словом, а именно пенсионного возраста. Сейчас все люди начинают хаять, правительству ругать. Как говорится, собака лает, а караван все равно идет. Чем отличается цивилизованное думающее общество от серой массы? Тем, что цивилизованное думающее общество сразу и мгновенно реагирует, когда что-то происходит, в отличие от серой массы. Обычно серая масса смотрит сначала на стройку месяца три, когда строит стадион, потом на футбол смотрит месяца три, потом через полгода в выходной день что-то начинает тявкать. Оно идет в выходной день в свой скотозагонник, выворачивает карманы, заходит туда через турникеты, пять колец ОМОНа вокруг, и там начинает кричать о своих правах. Иным словом, я давно цивилизованного общества не видел, но я видел общество, которое насмотрелось футбол, и через полгода что-то оно проснулось в субботу. 90% моих подписчиков это люди с России, Украины, я немножко хочу поговорить о людях, которые живут в России, Украине, какие они, большинство из них, не все, но большинство. Вы часто заходили в свой подъезд и обращали внимание, что у вас там за дверями стоит, в углах, что у вас стоит. У меня, например, я уже пилил такой ролик, как унитаз обоссанный, обостротый, весь в говне, год стоял. У меня на лестничной площадке я ругался с соседями год. Они его убрали, сейчас нам новый хлам, картонки, мусор, то есть кидай спичку, все взлетит. Трубы валяют, стекло, окурки валяются, все это валяется. Это у всех, наверное, в подъездах так. Потому что есть привычка мусор выкидывать не на помойку, а за дверь выставлять, чтобы он там вонял. Этот мусорный пакет с протухшим мясом и вонь разносилась на весь подъезд. Срут, где живут не люди, а, по моему мнению, уж простите, скотина. И поэтому для кого что-то лучше должно делаться в стране, я не совсем понимаю. Я бы был бы президентом, я бы вообще отменил бы еще и выходные дни, вообще бы пенсию отменил бы. Потому что это будет гораздо лучше, чтобы люди чем-то занимались, чем они друг друга жрать будут. Для примера приведу, что если в России где-то будет лежать человек, помирать. Причем трезвый будет лежать в жару, в холод, в зной, в ветер. Все будут проходить мимо. В лучшем случае кто-нибудь подойдет его потрогать с целью обворовать. Но никто ни скорую не вызовет, ничего. Для примера в Грузии или Армении, да или других странах. Если кто-то будет лежать на земле, пьяный даже, к нему подойдут обязательно. Он на пяти минут не пролежит. И поднимут и положат на скамейку. А может быть даже еще и помощь вызовут скорую. Если я сижу в Грузии за столом или в Армении, то младшие братья приносят что-то на стол. Еду, которую говорят принести старшие братья. В России, если будет сидеть брат с братом старше и младше, они разосрутся из-за пачки сигарет и из-за бутылки пива. Срач начнется полная. Ехал, помню, в автобусе я. Про Россию это было дело. И спросил у девушки. Она рядом со мной стояла. За поручень тоже держалась. Я спросил, на какой остановке мне выйти. Она мне сказала, молодой человек, не пошли бы вы на три буквы. Для кого что-то лучше должно становиться? Для кого? Для тех, кто сырет или для такого быдла? Я не знаю. Я не хочу, чтобы такое общество выходило на пенсию в 55-60 лет. Раньше я смотрел. И когда ОМОН бил людей, мне жалко было. Ну и сейчас мне тоже жалко. Я против любого насилия. Но в последнее время я злорадствую, когда ОМОН с дубинками кого-то разгоняет. Я начинаю представлять кого-то, кто хамил в автобусе. Кого-то, кто обсирал своих подчиненных на работе. Кто кидал на зарплату. Кто кидал на бабки. Кто гопал телефоны. Кто выставлял обосраные унитазы в падике. Кто кидал окурки, где попало. Кто думал, где бы что-то украсть в гостях. Вот скажите, в здоровом обществе, в понимающем, будет ли мода выставлять свою голую задницу на показ, при этом абсолютно ничего не имея за душой? Ни квартиры, ни машины, ни работы, ничего. Вот только жопа есть, ее выставляют в Инстаграм. А другие в этом же самом обществе бегут, лайкают ее, репостят. И говорят, давай я за тебя заплачу, куда мне подъехать. И начинают ее добиваться очень-очень усиленно. Названию под по 30 раз в день. Лайками все забивают с 10 аккаунтов. Умоляют съездить на юг, на север. Скажите, это здоровое общество так поступает, что с той стороны, с мужской, что с женской, или нет? Или это больное общество? Оно достойно жить нормально и уходить на пенсию в 55-60 лет. Я люблю читать новости про новостройки. И как-то я захожу в паблик некоторых городов и там читаю, что кинули дольщиков. Три года дом не строится. В другом паблике смотрю, пять лет дом не строится. В седьмом паблике полтора года дом не строится. И что вы думаете, о чем там люди общаются? Ой, вместо расположения дом очень хорош. Мы три года терпели, еще три года потерпим. Сейчас везде так. Будем надеяться, что к осени сдадут. В другой паблик. Пять лет стройка не идет, но дом хороший. Я верю, что будет все самое лучшее. Потому что я ездил к застройщику. Он мне 18-й раз в этом году сказал, что дом сдадут в конце этого года. Ниже пролистываю, там те же самые истории каждый год пишут. И люди там лайкают это, говорят, да, все будет хорошо. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, все хорошо. Они даже не могут объединиться. Какие бы ни были в России суды, но тут 100% выигрышные дела. Они не могут объединиться, чтобы в суд подать. Вместо этого они порно-ролики друг друга лайкают, репостят. Там телка какая-то попалась, надо репостнуть. А вот тут чувак на гелике едет, надо тоже ее репостнуть. Нормальный парень, наверное, добытчик. Они это начинают лайкать. 100% они бы разорили бы этого застройщика к черту за три дня. Если бы даже им неустойку платили бы по 100 рублей в день каждому. Через три дня застройщик сидел бы в таком корыте, в котором я нахожусь сейчас. Три дня на это надо. Просто это дело можно 100% выиграть. И застройщик будет платить неустойку до копейки. А вместо этого они... Ой, да три года прождали, да я еще полгода прожден. Да ничего страшного. Они не могут ничего у себя в подъезде решить, а вышли на улицу что-то решать. В скотозагонник в этот прибежали. Как вы собираетесь победить систему, победить тех, кто сидит наверху, если вы глупее вашего оппонента? Если у вас мозгов, вот. Как вы собираетесь победить? Для того, чтобы кого-то победить, нужно хоть уметь какие-то шарики, что-то соображать, как-то элементарно решить какие-то в доме свои проблемы. У меня есть знакомый, который живет в одном российском городе, я к нему приехал. И у него в доме неделю не было воды. И никто никуда даже не сходил, не позвонил, ни заявления, ни жалобы, никто ничего не писал. Нахрен никому не надо. И в том числе они что-то решить смогут, когда выйдут толпой куда-то. Да они друг друга там передавят быстрее и сожрут нам быстрее. Я бы был президентом, в субботу сделал бы рабочим днем. Отпуски бы отменил, это гораздо лучше, чем они будут жрать друг друга и поедать друг друга. Для кого что-то должно лучше становиться? Для тех, кто там пишет, я три года прождал, еще три года прожду, делать ничего не надо, сижу на жопе и я жду. От меня ничего не зависит. Это все, что я вам хотел сказать. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии, добавляйтесь в друзья и вступайте в паблик. Пока!